Итак, после моего ролика «Почему вы так не любите своих детей?» было очень много комментариев на фразу о том, что русский язык дословно не переводится на немецкий, потому что это один из самых раздутых и бестолковых языков. Итак, я сейчас хочу пояснить, что я имел в виду. К тому же я получаю большое количество писем от людей, кто сейчас интересуется немецким языком, изучает его для того, чтобы учиться или работать в Германии. И некоторые люди пишут о том, что они не могут учить, им очень трудно произносить слова. Либо один человек прямо так и написал, что язык очень грубый, у меня он вызывает чувство отторжения. Наверное, это связано с тем, что я в детстве смотрел фильмы о Великой Отечественной войне, где немцы показывают какими-то идиотами. И это действительно так. Это очень большой навязанный шаблон несоответствующей реальности. О грубости и мягкости этих двух языков я еще сделаю отдельный ролик и докажу абсолютно точно, что немецкий гораздо мягче русского. И носители немецкого языка испытывают большие сложности при произношении грубых русских слов. В то же время грубый русский акцент, если вы от него не отделаетесь, будет вам сильно мешать в Германии, но это отдельная тема для отдельного ролика. А сейчас я объясню именно, почему я сказал бестолковый язык. Большим любителям или патриотам русского языка, я думаю, не стоит находиться в этой теме. Наверное, вас это будет тема раздражать. Хотя я уверен, что здесь будет очень много новой информации. Я бы хотел этим роликом скорее обратиться тем, кто начинает учить немецкий язык и попробовать разжечь у вас интерес к этому языку, чтобы вы поняли, что это один из самых замечательных языков, достоин в любом случае уважения. И, конечно, на первых фазах изучения вы не будете так глубоко копать в язык, но когда вы будете уже им владеть, разговаривать и даже думать на этом языке, ваша жизнь очень сильно изменится. Вот просто поверьте, с освоением языка вы не только приобретаете новую возможность для общения, но и вы начинаете мыслить по-другому, потому что язык – это и способ мышления, а не только способ коммуникации. Что я имею в виду, говоря «бестолковый русский»? Бестолковые, то есть слова, не несущие в себе никакого смысла слова без толку. Вы имеете какие-то русские слова, мы к ним привыкли, вы к ним привыкли, я точно так же, как носитель русского языка, но эти слова не несут в себе ничего. Мы просто запоминаем их, мы пользуемся ими, но они для русскоговорящего человека не несут вообще никакой информации. Да и большинство русских людей, я уверен, не задумываются, каким языком они общаются. Русский язык – это такая сборка-солянка, состоящая из множества-множества иностранных языков. Сам по себе русский язык или прославянский язык был потерян. Если сейчас вы услышите какие-то славянские слова, большинство из них вы просто не поймете. Ну, например, скажем, что вам говорит слово «рамена», «шуйца», «вежды», «ланита», «вия». Вы поняли сейчас что-нибудь из того, что я назвал? Ну, скорее всего, нет, я могу, конечно, сказать. Найдите значение этих слов, нет, я вам скажу. «Вия» – это губы. «Рамена» – это плечо, например, «ланита», «щека» и так далее. Эти слова полностью исчезли из обихода. И если мы будем брать любую другую сферу – одежды, питания, каких-то действий, глаголов – там будет все то же самое. Нынешнему носителю русского языка прочитать прославянский текст без дополнительного переводчика или объяснения невозможно. Народы германской группы – это имеется в виду, например, английский, немецкий или французский – спокойно читают документы и книги XI, XIV, XVI веков. Изменилось написание, то есть изменился шрифт, печатный шрифт. Но если вы знаете, какие буквы на какие поменялись, то вы легко читаете старинные книги, так как язык остался таким же, каким был 200-300 лет тому назад. Конечно, современный немецкий, как и современный английский, наполнился какими-то техническими терминами, с приходом технического прогресса появляются новые слова. Это так и есть. Но основа языка осталась неизменной. В русском же языке происходило следующее. По мере продвижения цивилизации русские очень много перенимали сначала у тюркских народов, то есть у монголов. Оттуда пришло огромное количество слов, которые вы, например, считаете своими русскими, как «деньги», «собака», «коплук», «костер», «кирпич», «тюрьма», «хозяин», «вор», «казна», «башка» и абсолютно все слова, так называемые «матерные слова» пришли из тюркского языка. Дальше с поворотом в сторону Европы в петровские времена вошли слова голландского и немецкого происхождения. Все, что касается армии, строительства, инженерии, архитектуры, это все слова немецкого происхождения. То есть любое звание, лейтенант, капитан, майор, генерал, все, что касается армии, это немецкие слова. Дальше линейка, циркуль, штангель, шлагбаум, циферблат, стул, абзац, шифер, шлифовать, фартук, галстук, фейерверк, кнопка, масштаб, ландшафт, стамеска, туфля, цех, шахта, слесарь, монштук, шприц, лобзик. Одним словом, какое слово не воткни, оно обязательно будет какого-то иностранного происхождения. Почему это происходило? Да просто потому, что в русском языке на тот момент развития этого народа не существовало этих слов, не существовало обозначений для того или иного действия, для какого-то ремесла. И поэтому, когда эти вещи приходили в жизнь русских, они просто перенимали от тех, кто привнесли эти вещи в ее жизнь, естественно, так же, как они их называли. И здесь не нужно обижаться, здесь нужно просто знать историю своего языка, его формирования и понимать, что по мере развития русские заимствовали слова из более развитых культур. И именно поэтому я говорю, что русский язык в основном бестолковый язык, он не может растолковать ни одно слово, потому что большинство слов пришло к нему из других языков. Итак, быстрее к примерам. Ну, представим себе, что у вас есть ребенок, трехлетний или четырехлетний, который только познает мир, и он вам задает разные вопросы, а вам нужно что-то ему объяснить. Вы открываете для него новые слова. И вот представим такого русского малыша и немецкого малыша. Что больше открывается в словах для немца или для русского? Самый простой пример, который мне приходит в голову, например, вот это существо. Называется оно по-русски «змея». Это новое слово, которое вошло в русский язык раньше по-славянски. Это существо называлось «аспид». Эти слова не несут в себе сущности этого существа. Абсолютно они это существо никак не описывают. А теперь послушаем, как «змея» звучит по-немецки. «Шляне». При этом «ляне» – это «длинный длинна». Ну и понятно, что слово разделено на две части. Вторая часть точно указывает, что это длинное существо. Ну а первая часть слова «звуки», которые произносят, это «присмыкающиеся». Еще раз «шляне». Немецкий ребенок довольно быстро поймет, о чем речь, и ассоциации в голове сложатся моментально. Дальше возьмем, например, растительный мир. Вот это растение. Называется оно «крапива». Что вам, русским людям, так и мне, носителю языка, говорит слово «крапива». Крап, пиво, пиво. В общем, ничего. В моем голове не складывается никаких ассоциаций. Я не знаю, как это слово называлось на старославянском. Может быть, тогда оно несло больше смысла. Но в немецком языке это слово называется «бренезль». «Брен» первая часть слова обозначает «жгучий», «горячий». И если вы говорите ребенку «осторожно», это «бренезль». Ребенок обычно к трем годам уже понимает простые слова «горячо», «холодно», «осторожно». Он понимает, что это горячая трава. Трава, которую ты будешь трогать и можешь обжечься. Вот это именно то, о чем я говорю, когда слова имеют конкретный смысл и внутри них зашифровано либо действие, связанное с этим предметом, либо для чего этот предмет, либо как им пользоваться. Возьмем, например, части тела. Вот это пальцы. Палец – это новое слово, вошедшее в русский язык, и оно польского и чешского происхождения. Никакого смысла в себе слово «палец» не несет. Раньше это называлось «перст». Ну и, соответственно, «перстни» – это были кольцы, которые находились на пальцах. В данном случае слово «перстни» логично. Было понятно, что «перстни» – это то, что на перстах. Но и «перстни», и «персты» эти слова ушли. А осталось непонятное слово «палец». По-немецки «палец» будет «фингер», а по-английски то же самое слово произносится только «фингер». Но и «фингер» и «фингер» имеют прямое указание на слово «фюнф», то есть «пять», которое раньше писалось как «финг». Итак, пальцы – это то, что у вас числом «пять». Что у вас в теле есть числом «пять»? Две ноги, два глаза, два уха, а вот пальцев ровно пять. Если бы провести аналогию в русский язык, то пальцы должны называться были бы по-русски «пятерным», «пятерным» или «пятый», или что-то в этом роде. То же самое можно говорить о внутренних органах. Ну, например, «желудок». Вы когда-нибудь задумывались, откуда происходит ваше слово «желудок»? Никогда не поверите. Я специально залез в словарь этимологических слов, и оказывается, здесь написано, что «желудок» похож на «желудь». Уж я-то грешным делом думал, что может быть слово «желудок» хотя бы происходит от слова «желч». Ну, что близко связано с работой «желудка»? Нет, оказывается, это потому что он похож на «желудь». Да неужели? А вот «желудок» по-немецки – это «маген». И дальше во всех языках – в шведском, французском, английском – существовало старое слово «мага», что обозначает мешок для еды. Еще викинги в стародавние времена в «мага» закладывали продукты. Отсюда и пошло слово «маген», то есть это «мешок для еды». В самом слове не просто скрыт, а напрямую показано, для чего этот орган. Как и, например, легкие. Этот пример приводила мне еще моя бабушка. «Легкие» – первое, что вы думаете, когда вы произносите это слово – «легкая». Ну, наверное, это легкий орган. Не знаю, связана ли функция легкого с его легкостью. Здесь я очень сильно сомневаюсь в логике, вернее, в полной отсутствии логики русского языка. А с чем связаны легкие? Конечно же, любой, даже шестилетний ребенок скажет, что легкие связаны с воздухом. Итак, в немецком языке легкие – это «люме». И связаны они, конечно же, с «люфтом», то есть с воздухом. Запомнить очень легко – «люфт», «люме». Даже если мы не будем говорить о природе, о животных, а, например, о каких-то абстрактных понятиях. Вот сейчас оцените на самом деле красоту языка. Замечательное слово «совесть». По-русски «я поискал в словаре» обозначает «весть», какая-то новость, либо что-то связано с повествованием. Вот так было написано в словаре. Лично я не удовлетворен таким описанием этого понятия. Что же говорит о совести немецкая культура и речь, которая несет в себе эту культуру? Совесть по-немецки «gewissen». «Gewissen» обозначает «знание». То есть совесть – это некое знание, которое присутствует в вас и которое не дает вам покоя, если вы делаете что-то не так, как вы знаете. Дети часто не имеют совести. Почему? Потому что они многие вещи не понимают. Они делают что-то, и им несовестно. Точно так же мы знаем, как нужно поступать. Но поступаем вдруг неправильно. И вот это ощущение того, что мы поступили неправильно, начинает нас глотать. Отсюда слово «Gewissen». Знание – глубочайшее знание, не дающее вам покоя. Еще один пример из абстрактных понятий. Например, русские люди говорят на хороших людей «он добрый». Он любит собак – значит он добрый. Он хорошо относится к людям – значит он добрый. Но что в самом слове «добро» заложено? Вот вам оно что-нибудь говорит «добр-бр». Лично я не вижу никаких аналогий. Скорее всего, это слово тоже пришло из какого-то языка. В немецком языке слово «добрый» обозначает «либ». Либ напрямую связано со словом «либо» – «любовь». Итак, «добрый» по-немецки – это «любящий человек». Представьте, насколько точно это обозначено. Он любит животных – значит он либ, добрый. Он любит людей, он любит этот мир – и значит он любящий. То есть добрый. Представьте себе, если бы в русском языке были именно такие слова. Ведь доброта напрямую связана, конечно же, с любовью. Немецкий язык это отражает. Я помню, как когда-то Михаил Задорнов пытался делать что-то подобное с русским языком. Конечно, он был неправ, говоря, что все остальные языки произошли от русского. Это абсолютно не соответствует реальности. И любой лингвист легко развенчивает этот миф. Но у него были попытки. Например, я помню, как он приводил пример «медведь» – это слово от «мёд ведаю». Это действительно так. Это прославянское слово. Оно входит во все славянские языки. И обозначало скорее не «мёд ведает», а «мёд поедает». Первоначально имело значение «поедатель мёда». Вот это я имею в виду. Или, например, современное слово «подберёзовик», «подосиновик». Эти слова несут в себе информацию «гриб под берёзой растущий» или «гриб под осиной». Но в том-то и дело, что слишком много было заимствовано в русском языке. И, соответственно, осталось очень мало славянских слов, говорящих что-то носителем своего языка, кроме обычной информации о слове или действии. Почему я, кстати, тогда перестал слушать Михаила Задорнова, хотя тема была очень интересная, потому что однажды я услышал, как он пытался выдать желаемое за действительное. Например, в слове «вдова» он сказал, что это женщина, поставленная на довольствие. Но это неправда. «Вдова» будет от английского слова «виду» или «видве» по-немецки и обозначает это слово просто «одинокий человек». Итак, «вдова» или «довец» – это одинокий человек, это непоставленное на довольствие. И тогда я понял, что Задорнов занимается этой темой, но не глубоко. То есть он очень много, помимо правдивой информации, выдавал и фальшивой информации. И поэтому он для меня, как «исследователь» в кавычках языка, на этом закончился. Вот это то, что я хотел сказать на сегодня, объяснив, что я имею в виду, называю русский язык бестолковым. При этом в комментариях вы можете, конечно, написать свои примеры. И наверняка в русском языке есть слова, несущие в себе исконный смысл. А для изучающих немецкий, если вам тема понравилась, я могу ее продолжить. Пишите об этом, потому что в немецком языке очень много слов, изучая которые, вы будете по-новой открывать для себя окружающий мир. Изучайте этот язык и выбросите глупость из головы, что это грубый, несовершенный, некрасивый, непластичный язык. Это один из шаблонов, который был навязан вам еще в школе, и освобождайтесь от него. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok